Правильное питание, сушка и ежедневные тренировки. Для профессиональных спортсменов это не просто модные слова, а неотъемлемая часть жизни и труда на пути к построению своего тела. Особенно это актуально для участников турнира по бодибилдингу. В преддверии соревнований наш корреспондент пообщалась с культуристами и узнала, как они готовятся. Предстать перед членами жюри на конкурсе предстоит во всей красе, ведь конкуренция ожидается жесткая. Своими мускулистыми телами участники турнира рекламируют здоровый образ жизни и демонстрируют, чего можно добиться усердными тренировками. Для меня зал это жизнь. Я дома постоянно, естественно, какие-то домашние обязанности, дела, постоянно занят бытовыми вопросами. А в зале я отдыхаю, я это очень сильно люблю. И для меня каждый поход в зал это как праздник. И душой, и телом отдыхаю. К слову, некоторые девушки будут впервые принимать участие в подобном турнире. Так Ольга Гладкая решила начать заниматься спортом в начале пандемии. И сейчас уже достигла больших результатов. Независимо сколько тебе лет, сколько у тебя детей, начинать здоровый образ жизни это легко и просто. Все зависит от того, хочешь ты выглядеть молодо, хочешь ты жить без врачей и без таблеток, хочешь ты дышать вот этой вот энергетикой здоровья. Потому что когда ты здоров внутри, это все отражается на нашем теле. К слову, впервые чемпионат Тверской области по бодибилдингу и фитнесу был проведен в столице Верхней Волжья в 1997 году. Тогда была организована Федерация бодибилдинга и фитнеса Тверской области. А предстоящий турнир последний раз проводили в 2016 году. Мы с этого года возродили, можно сказать, Федерацию бодибилдинга. Соревнования проводились в последний раз в 2016 году. И вот, можно сказать, спустя пять лет возрождаем бодибилдинг Тверской области и устраиваем первое региональное соревнование. На следующий год у нас уже запланировано три, значит, трое соревнований Тверской области. Стальные мышцы и красивые пропорции – результат кропотливой работы над собой в зале. При подготовке к участию в турнире большое внимание уделяется и питанию. Чистим питание, урезаем клараж, добавляем кардио. Но вы не думайте, не совсем, что я ничего не кушаю. Я кушаю просто определенные продукты. Кстати, настоящий лидер среди спортивных пищевых добавок повсеместно используемый спортсменами разного уровня подготовки – протеин. Однако такая добавка подходит не только для профессиональных спортсменов. У всех людей сложился стереотип, что спортивное питание – это только для спортсменов. Однако это не совсем так. Спортивное питание – это исключительно про здоровье и долголетие. Наш магазин специализируется только на американских и европейских брендах, потому что мы за качество. В магазине спортивного питания «Монстерс Фуд» помимо протеинов можно найти витамины, минеральные комплексы, коллаген, омега-3. Все это полезно для здоровья вне зависимости от возраста. Витамины у нас делятся на водорастворимые и жирорастворимые. Водорастворимые пьются до еды. Соответственно, одна таблетка перед завтраком, одна таблетка перед ужином. А жирорастворимые – это омега, А, Д, Е, К витамины. Региональный турнир Тверской области по бодибилдингу состоится 16 октября. Тогда участники соревнований продемонстрируют все, чего они достигли путем тяжелых тренировок.